Христианство прославляет жизнь и служение Иисуса Христа, Единородного Сына, Вечного Бога Отца. В самых разных странах и регионах мира есть христианские церкви, учения которых сильно отличаются друг от друга. Когда 14-летняя Кортни, дочь президента Миссис, сменила школу и в первый раз пришла в новый класс, одноклассники спросили ее, христианка ли она. Они стали насмехаться над ней, узнав, что она принадлежит к церкви мормонов, как часто называют церковь Иисуса Христа в святых последних дней. И, вернувшись домой в тот день, она спросила мать, «Мама, а мы христиане?» Про семью, в которой я рос, я могу сказать, что мы жили как благочестивые прихожане другой христианской церкви. И в той церкви я был крещен вскоре после моего рождения. Наша семья посещала церковь каждую неделю. На протяжении многих лет мы с моими братьями помогали пасторам, проводившим наши воскресные службы, и меня научили тому, как важна семейная молитва, поскольку каждый день наша семья молилась вместе. Я думал, когда-нибудь я стану священнослужителем моей церкви, и у нас не возникало никаких вопросов относительно того, были ли мы истинными христианами. Однако, будучи студентом университета, я познакомился с членами и учениями Церкви Иисуса Христа святых последних дней, христианского вероисповедания, сосредоточенного на Спасителе. Я начал постигать учения восстановления в эти последние дни Евангелия Иисуса Христа. Я узнал новые для себя истины, которые изменили мою жизнь и мое отношение к Евангелию. После многих часов изучения, молитв и обретения веры, я решил принять прекрасные восстановленные истины, которые есть только в этой Церкви. Первая восстановленная истина, которую я узнал, раскрывала природу Божества. Истинное христианское учение, провозглашавшее, что Божество состоит из трех отдельных лиц, было известно в библейские времена. Бог неоднократно свидетельствовал об Иисусе, Своем единородном Сыне. Во время крещения Иисуса Бог указал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Сам Иисус свидетельствовал о Боге, Своем Отце, говоря, «Сия есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса Христа». Мы читаем, как после смерти и воскресения Иисуса Стефан, будучи исполнил Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Богу, и сказал, «Вот, я вижу небеса отверстия из Сына Человеческого, стоящего одесной Бога». Какое яркое свидетельство о Божестве принес нам этот ученик Христа. Знание о Боге и Его физическом существовании раздельно от Его Сына и Святого Духа было утрачено после смерти Христа и Его апостолов. Противоречивые и ложные учения о Божестве возникли после Никейского и Константинопольского соборов, на которых было объявлено, что вместо трех отдельных существ Божество состоит из одного Бога в трех лицах, или Троицы. Христианские реформаторы, положившие начало протестантскому учению, не приняли эти людские учения, и также не принял их и я. Учения о Троице, которые я изучал в юности, были для меня непостижимыми. Однако, когда я познакомился с великолепной истиной о первом видении, происшедшем с пророком Джозефом Смитом, для меня это было ошеломляющим открытием, пробуждением, благодаря которому я, наконец, понял истинную природу Бога Отца Вечного и Его Единородного Сына. Джозеф Смит провозглашает, «Когда же свет почил на мне, я увидел двух лиц, стоявших в воздухе надо мной, чьи блески славы невозможно описать. Один из них, обратившись ко мне и назвав меня по имени, сказал, указывая на другого, «Сей есть мой возлюбленный Сын, слушай его». Это небесное видение восстановило на земле чудесное, но тем не менее простое и драгоценное знание о Боге и Его Сыне, которое моментально развеяло учение о Троице, которое я изучал прежде. Я знаю, что посланные небом откровения заменили глубоко ошибочные искусственные представления людей о Божестве. Я знаю, что Бог наш Небесный Отец, а Его возлюбленный Сын, Иисус Христос, наш Спаситель. Святой Дух, свидетельствую об Отце и Сыне. Я выражаю мою глубокую благодарность Богу за то, что в эти последние дни Он представил человечеству воскресшего Господа Иисуса Христа. Спаситель живет. Люди видели Его и слышали, как Он говорил. И сегодня Он руководит работой Его церкви через апостолов и пророков. Какие великолепные истины Он преподал, как добрый пастырь, который продолжает заботиться о Своих овцах. Вторая восстановленная истина, которую я узнал перед крещением, состояла в реальности новых священных писаний и откровений. Пророк Исаия лицезрел в видении книгу, которая, по его словам, будет частью чудных и дивных событий. Я свидетельствую, что книга Мормона, новые свидетельства об Иисусе Христе, это и есть та самая книга. Это священная летопись, которую пророки Бога написали для того, чтобы убедить всех людей прийти ко Христу, и которая помогает открыть Евангелие Иисуса Христа во всей Его полноте. В книге Мормона говорится о пророках и других преданных членах церкви, взявших на себя имя Христа еще до рождения Спасителя. В этой книге рассказывается о том, как воскресший Христос учил людей, что они должны делать, чтобы обрести мир в этой жизни и вечное спасение в мире грядущем. Что может более убедительно свидетельствовать об исповедании христианства, чем стремление взять на себя его имя и следовать его призыву стать подобными ему? Президент Гордон Б. Хинкли сказал, «Не могу понять, почему христианский мир не примет эту книгу». Конец цитаты. «В первый раз я прочитал книгу Мормона, когда мне был 21 год. Прочитав, я вопросил Бога, истинно ли она? Подтверждение было дано мне утешительной силой Святого Духа. Я знаю, что книга Мормона это еще одно, второе свидетельство об Иисусе Христе. Я присоединяюсь в моем свидетельстве к пророкам этой священной книги и вместе с ними заявляю, мы возглашаем Христа, мы радуемся о Христе, мы проповедуем Христа, мы пророчествуем о Христе. Я бы глубоко благодарен за каждое слово, которое он изрек, и продолжает изрекать, утоляя нашу жажду водой и живую. Еще одна восстановленная истина Евангелия, которую я узнал, это восстановление власти священства или право действовать от имени Бога. Пророки и апостолы прошлых времен, такие как Илия, Моисей, Иоанн Креститель, Петр, Яков и Иоанн, были направлены Богом и Христом в наши дни, чтобы восстановить Святое Священство Божье. Каждый носитель священства в этой церкви может проследить свою линию власти священства, восходящую непосредственно к Иисусу Христу. У людей теперь есть ключи, позволяющие построить церковь так, чтобы мы могли прийти ко Христу и уверовать в Его вечное Таинство Спасения. Я свидетельствую, что эта церковь, Церковь Иисуса Христа, единственная, наделенная истинной властью священства для применения ключей спасения через Священные Таинства. Кортни спросила, «Мама, а мы христиане, как члены Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, мы с вами христиане. Я преданный христианин, и для меня настоящее счастье обладать великими знаниями и благословениями, которые стали доступными после обращения в этой восстановленной Церкви. Обладание этими истинами позволяет говорить об этой Церкви, как о владеющей полнотой Евангелия Иисуса Христа. Как и другие члены Церкви, сейчас я понимаю истинную природу Божества. У меня есть доступ к дополнительным Священным Писаниям и Откровениям, и я могу пользоваться благословениями Священства. Да, Кортни, мы христиане, и я свидетельствую об этих истинах. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok